самое доброе утро друзья я напоминаю что сегодня мы говорим о традициях встречи нового года а у нас в гостях историк и краевед надежда балуева доброе утро доброе надежда как проснулись этим утром ой бегом как вообще настраиваетесь на хороший рабочий день или день отдыха а ну сначала я заглядываю в себя смотрю что там хорошего выписываю себе это ну а потом пытаюсь следовать хорошо давайте поговорим про традиции встречи нового года где-то там в старине раз вы историки я думаю вы знаете много деталей о 200 может 300 лет назад расскажите как это ну вот именно 300 лет назад произошло изменение связанное с новым годом потому что петр первый как все помнят это повелел новый год праздновать совершенно в другое время не тогда когда традиционно это было принято но вот и началось и что изменилось ну изменилось те традиции которые привыкли как честовать встречу нового года были перенесены с времени года весны на время года зиму и вот сейчас мы так до сих пор это и делаем в ночь 31 на 1 встречаем новый год ну например елку также ставили ну вот с елкой было все не так просто елку сначала по европейскому маниру как раньше маниру ставили небольшую петр первый почин это сделал елку очень долго не могла перешагнуть порог крестьянской избы ну в общем она как себе росла так и росла даже во дворе в крестьянском было не принято елки сажать обычно елку сажали она такая символ мирового дерева и и сажали когда дом строили а потом ее брали аккуратно и выносили со двора то есть очень долго с елкой история была но ее наряжали она была 300 лет назад крестьянских избах нет горожане тоже она очень долго шла в дома людей буквально можно сказать вот сто сто тридцать лет назад в девятнадцатом веке где-то она начала активно перешагивать даже цари императоры устраивали такие вот елки и об этом писалось а что вот например там впервые на елке зажгли с фонари электрические то есть елкой было все не так просто уже электричество подали в дома и в конце девятнадцатого конца девятнадцатого про стол я хотел спросить можно я спрошу да угощение какие были на столах россиян наверное надо вернуться к тому что традиция у простого народа и у царствующих династий у элиты у дворян они были разными вот как наверное не знаю и поэтому традиционно стол должен был ломиться от куб от явств но при этом надо вспоминать что речь идет не о новом годе а святках и рождестве вот новый год как бы он шел после святок и рождества поэтому он был конечно обильный у нас сейчас просто проблема с этим потому что сначала новый год потом рождество все перепутано и поэтому две недели стол ломит оливье оливье ведь не было да нет конечно оливье не было бы должны были обязательно быть пироги так чтобы пришли к ледовщики хозяина было не видно из-за пирогов обязательно студень это было очень традиционно потому что даже сам месяц декабрь у русских людей назывался студень а вот пришел студий на к тебе студий а что касается мясных каких-то продуктов вот говорят поросенка обязательно нужно было ну вот это у разных народов по-разному совсем не обязательно было поросенка тем не менее поросенок как символ но при прихода нового он в коляпках отмечается вот дай ножку свиную да ну вообще символом вот этого всего нового являлась коляда историки спорят что же такое коляда настолько это старое слово да совершенно верно вот это такая шляпа коляды я ее ношу это моя шляпа и такая традиция вот было рядиться и коляда есть одно такое понятие его нашла что вообще коляда это переводит как начало это как бы действие которое открывает что-то новое вот коляда а поэтому ходили колядовщики и это было очень традиционно достаточно долго и мы возрождаем эту традицию а ты пожалуйста значит вот эта шляпа одевается вот на мне такая холамида в заплатах вообще рядится чем смешнее тем лучше но символы коляды это обязательно коза вот это вот уже обязательно обязательно шкура на выверт все наоборот женщина мужчина мужчина в женщину и пошли гулять по дома уж как шли ребята колядовщики винограде красно-зеленое колядовщики все фабричники винограде красно-зеленое и дальше начинали хвалить хозяев обязательно желали обязательно им всего чтобы ваша корова да по 2 ведра доела чтобы ваша кобыла да по 2 ваза возила то есть такое приближенное к быту да что нужно было человек о чем мечтал цвет на что было на столе чтобы в доме было тепло уютно самые главные символы всего о чем всегда мечтали люди мне кажется сейчас практически ничего не изменилось об этом же люди мечтают мне еще интересует вопрос подарков было ли принято дарить подарки на новый год вы знаете на самом деле вот даже открытка которую сейчас мы и подзабыли но по в электронном виде посылаем друг другу иногда она родилась тоже не так давно в конце 19 века и открытки начали посылать именно на рождество поздравлять с рождеством вот как таковые подарки это прежде всего опять съестное это яблоки символы рая это обязательно орехи и вот когда не всегда ура был урожай орехов вот такие вот символы развитие у коляды тоже символы рая мы видим цветы и сад винограде красно-зеленая то начали изготавливать вот эти вот натуральные орехи и яблоки стали изготавливать из стекла красить и вот буквально недавно мне ну вот как коллекцию семья передала игрушек и знаете пожалуйста что ежели вы вешаете на елку шарту это и есть символ рая яблока вот она в чем дело-то оказывается да да шишку и орешек значит тоже символ символ рая да и поэтому я помню когда мое детство елку ставили то это обязательно должна была быть елка до потолка это тоже по-русски очень папа ходил в лес мы горожане ярославцы 300 лет как семья наша волковых жила на этой ярославской земле папа ходил недалеко буквально в сосняк вышел за фабрику в сосняк срубил елочку принес на все тайна за день до нового года нас не пускали в большую комнату вставала елка ее сначала папа огнями украшал потом развешивали самые драгоценные игрушки они были стеклянные поэтому нам не дозволялось их вешать а потом запускали нас и мы только вешали на нижний ряд картонные игрушки давайте это волшебство оставим еще есть время до нового года я думаю не у всех дома еще стоит елочка и давайте достанем старые игрушки действительно повесим их на елку спасибо огромная надежда слушал бы и слушал вас так красиво рассказывать о праздниках все объясняя доходчиво даже мы с катей уже достаточно взрослые люди это подчеркнули для себя много нового спасибо вам огромное с наступающим вас новым годом и рождеством уж сразу тогда оптом вас поздравим у нас в гостях была надежда балуева историк и краевед